Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 300-190 и задавайте свои вопросы. Сегодня в этой студии для вас работает Ирина Чекунова. А в гостях у меня Сергей Фёдорович Павлов, председатель Тверской межрегиональной общественной организации, ветеранов следствия «Союз». Сергей, добрый день. Алина Владимировна Дубасова, заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности регионального следственного комитета. Алина, здравствуйте. И Роман Ринатович Дуйналиев, заместитель руководителя 2-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Правильно назвала я отделы, да? Теперь у нас отдел по расследованию особо важных дел, это как бы два направления, это против личности и против государственной власти. Совершенно верно. С недавнего времени, но об этом мы еще расскажем. Уважаемые друзья, наш информационный повод сегодня праздничный. 15 января сотрудники Следственного комитета Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Это день образования ведомства. Все началось 10 лет назад, уже 10 лет прошло, да? 10 лет назад, с 15 января 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации. И именно с этого момента отчитывает свой новый этап органы предварительного следствия. В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти. По сути, реализуемая им следственная власть является продолжением президентской власти. Уважаемые друзья, с праздником вас, хорошего, прежде всего, здоровья и достойных показателей в работе. Давайте, наверное, начнем с особо значимых, вернее, с уголовных дел, которые имели особый общественный резонанс, потому что я знаю, что незначимых дел в вашей структуре не бывает. Алина, несколько слов. Вся Россия говорила о расследовании убийства нашего земляка Михаила Круга, потому что ждали долго очень этого. Сколько лет прошло? 18 лет. 18 лет. Как зацепились, как что пошло? Если говорить об уголовном деле, возбужденном по факту убийства нашего земляка Михаила Круга, то необходимо отметить, что, в принципе, наработки по этому делу были уже давно. То есть это не случилось в 2019 году. Работа по делу не приостанавливалась никогда. Оперативные мероприятия проводились постоянно, сотрудники уголовного розыска постоянно какими-то аэропортами в дело нам присылали. И, собственно, никогда не забывали, что это дело чести для нас раскрыть это убийство. Получилось, что в 2019 году решили выбрать новое направление по этому делу и проверить родственников, друзей и знакомых того лица, на которое нам указывал еще в 2014 году один из киллеров банды «Тверские волки» Осипов. А именно это Веселов Дмитрий. До этого близкие лица этого человека не проверялись и пошли по данному направлению. Поняли, что это верный путь. Нашли его друзей, друзей детства, которым он рассказывал о том, что совершил. Точно так же нашли девушку Агеева, которая также подтвердила показания и Агеева, и других лиц. И, в принципе, учитывая данные доказательства, сам Агеев ожидал признательные показания, полностью рассказал все, показал при проверке показаний на месте. Не стал отрицать факт его нахождения в момент совершения преступления в доме вместе с Веселовым. Назвал третье лицо, кто находился за рулем в тот момент. Все это рассказал, показал, все это подтвердил при проведении ему полиграфа, при проведении различных экспертиз, в том числе психолого-лингвистической экспертизы. И показания его правдивы, проверены, они полностью согласуются с иными материалами дела, и на основании этого было уже принято итоговое решение по уголовному делу. Насколько мне известно, это дело, закрытое вами уже убийство Михаила Круга, оно как клубочек распутывает новые уголовные дела. Да, сейчас у нас... И очень серьезные уголовные дела тоже, преступления против личности, в том числе убийства. Заказные убийства на территории Твери и Тверской области, которые были в начале 2000-х годов совершены, а в настоящий момент они расследуются в нашем отделе, и сейчас находится уголовное дело на завершающей стадии. Обвиняемый знакомится с материалами дела, в ближайшее время дело будет направлено прокурору. Вот Алина сказала очень важную вещь, я знаю, что преступлением прошлых лет в Следственном комитете уделяется особое внимание. Да, Сереж, 18 лет назад произошло убийство Михаила Круга, вы еще тогда не были в статусе ветерана, да? И помните, наверное, это все. Ну да, конечно, я занимался в том числе этим делом, там одна из версий была в моем производстве. Ну, мы как раз рассматривали версии о причастности банк, которые просто грабили частные дома, и одна из версий была, что просто хороший дом, и его присмотрели заранее, и люди заезжили, что называется. Не знали, кто там живет. Да, не знали, кто там живет, исходя из того поведения, которое было продемонстрировано преступниками, мы полагали, что все-таки это были какие-то незнакомые с кругом люди, поэтому мы рассматривали, возможно, гастролеров. Как раз вот этим вопросом мы занимались, и у нас были конкретные люди заподозрены, против отношений которых мы работали, но, к сожалению, эта версия оказалась непреспективной. Ну вот так же, как вот уже сегодня было сказано, что дело, расследование дела, не прекращалось ни на месяц, ни на полгода, да? То есть это характерно для работы Следственного комитета? Ну, с юридической этой стороны мы уголовное дело можем приостановить по сроку предварительного следствия, либо приостановить за розыском, либо приостановить за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Но, тем не менее, оперативная работа по уголовным делам все равно будет продолжаться. Мы ежемесячно направляем по всем приостановленным делам поручения в органы дознания. Сотрудники полиции ежемесячно отписываются о проделанной работе, проводят оперативно-розыскные мероприятия, и это дает свои результаты. Если мы говорим о преступлениях против личности, то не меньший общественный резонанс вызывают так называемые коррупционные преступления, да, Роман? Ведь здесь нужно, что называется, в том числе у каждого своя специфика, у вас тоже особая хватка какой-то азы экономического образования. Как тяжело расследуются такие дела? Ну, конечно, здесь необходимо учитывать вопросы квалификации, дачи правильной квалификации, поскольку следователь должен обладать не только познаниями тактики, специфики расследования, а также изучать постоянное законодательство Российской Федерации, пленумы Верховного Суда, для того, чтобы уметь правильно квалифицировать и разграничивать такие составы, как злоупотребление должностных полномочий, от превышения должностных полномочий. Да, ведь это такая тонкая грань, да? Конечно, мошенничество от присвоения растраты, то есть везде есть определенные признаки, и каждый состав преступления предусматривает свою специфику, нужно на это очень обращать внимание. И, естественно, в процессе расследования, в процессе получения доказательной базы формируется уже окончательная квалификация, которая, ну, в последующем, естественно, и не без помощи органов прокуратуры, и в том числе и суда, в последующем это дает возможность дать правильную оценку тем противоправным действиям лиц, которые совершили преступление. Меньше не становится таких преступлений? Все-таки говорим и предупреждаем, да? И сроки-то такие серьезные наказания? Ну, на самом деле сложно сказать. Меньше или больше становится преступлений. Здесь, опять же, зависит, как и правильно Алина Владимировна сказала, от качественной работы оперативных служб, как и управления внутренних дел, так и сотрудников Федеральной службы безопасности, которые как раз-таки проводят оперативные разыскные мероприятия, которые уже на первоначальном этапе способствуют дать следствию правильную оценку и вообще говорить о наличии факта того или иного преступления. Ну, естественно, не касаясь тех моментов, когда преступник задержан с поличным на месте преступления, там, естественно, очевидные обстоятельства. Спасибо. Уважаемые друзья, прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Все самое интересное впереди. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Я в эфире тема дня, 3190, телефон прямого эфира. Звоните, интересуйтесь. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. И говорим с представителями регионального следственного комитета о расследовании наиболее резонансных уголовных дел, ну и вообще о профессии следователя. Роман, мы говорили о преступлениях против государственной власти в сфере экономики перед уходом на рекламную паузу. Я знаю, что вот буквально свежее дело, свежий приговор, так называемый, за которым следили очень многие, это приговор бывшему главе города Кимр. Да? Да. И еще две женщины были, которые шли тоже по этому уголовному делу. Вот несколько слов о расследовании этого дела. Ну, здесь общественный резонанс был вызван, конечно же, получением взятки в особо крупном размере. Там какая сумма взятки была? Сумма взятки составляла 18 миллионов рублей. Ну, это неплохо, да. Да, то есть, естественно, это не могло остаться бесследным и без внимания как оперативных служб, так и следственных органов. И, если, конечно, вкратце, то обстоятельства имели место на сегодняшний день уже прошло 10 лет. Это в период с 2010 по 2012 года. Как раз бывшим главой города Кимрой был передан неправомерно земельный участок, а именно право аренды на него, и, естественно, на подконтрольное лицо, что и позволило как раз-таки получить дальнейшую взятку и, соответственно, передать этот участок в аренду, получать прибыль. И в результате, вот буквально не так давно, состоялся приговор по решению суда. Было вынесено, значит, решение о привлечении осуждения человека к 10 годам решения свободы. Я знаю, что здесь и другие правоохранительные структуры были причастны к расследованию, вернее, к задержанию этого человека, к раскрытию вообще этого преступления. Конечно. Изначально материалы, послужившие возбуждению и установлению вообще факта, послужили оперативными материалами органов ФСБ по Тверской области. И, конечно, здесь значительный вклад повлиял именно сопровождение оперативных служб в период по сбору доказательной базы. Вот то, что это было в начале 10-х годов, о приговор вынесении на 20-м, это сложность именно расследования, доказательства, это как вот, это считается нормально, вот, в течение 10-ти лет, через 10 лет вынести приговор? Ну, это один из редких случаев. Здесь всегда необходимо учитывать то противодействие, которое оказывается. То есть, на сегодняшний день формируется не только законодательство, но и также и граждане, какие-то организации имеют, естественно, юридические службы, возможности юридической консультации, придумывают различные схемы, как можно обойти обстоятельства, которые могут послужить выявлением оперативными службами, следственными органами фактов нарушения тех или иных норм действующего закона. И поэтому следователю на сегодняшний день приходится выполнять колоссальную работу для того, чтобы каждый довод стороны защиты и, естественно, обвиняемого опровергнуть и доказать обратную сторону медали, как говорится, действительный факт совершения. Вообще-то, хитроумность тех, кто нарушает закон, она тоже, как мы сейчас говорим уже о компьютерных технологиях, которые используются в том числе и при наркопреступлениях, так и у вас, да? Никто не хочет попадаться. И наверняка тот же самый Литвинов, он не ожидал, что раскроется эта схема? Естественно. И, конечно, нужно учитывать его положение в обществе. Это все-таки высокопоставленные должности. Естественно, это круг связей, взаимоотношений, который также позволяет использовать это в свою пользу. Кстати, он признал свою вину? Или до последнего отпирался? Естественно, противодействие оказывалось до последнего. Вообще-то всегда, уважаемые друзья, очень, мягко говоря, неприятно, когда на такого рода, на другого рода вообще в преступлениях замешаны люди, которых мы выбираем, кому мы доверяем, и кто должен делать нашу жизнь лучше и чище. Сереж, у Вас, Вашу бытность, ведь у нас Тверская область как-то вот, она особенная, я бы сказала, по характеру преступлений, то ничего, то на всю Россию, да? Ведь тоже были подобного рода дела, и я знаю, что у Вас вся жизнь в следствии, большая часть жизни была связана с криминалистикой, а следователь-криминалист — это первый помощник в расследовании дел. Ну, если говорить о хозяйственных преступлениях, это вообще становление Российской Федерации, переделы рынка в условиях отсутствия законодательства и правового нигилизма, это были, конечно, потрясающие времена. Вот так на скидку я помню дело, когда один из заместителей губернатора просто отдал деньги резерва частному лицу для того, чтобы вот тот построил в Тешковой области табачную фабрику совместно с иностранным капиталом. То есть, ну, преступления тогда совершались просто цинично, открытые, как бы, невзирая ни на что, потому что просто не было законодательства порой для того, чтобы... Это, Вы говорите, в начале... Это 90-е годы, те самые лихие 90-е, когда было вообще ничего непонятно, все с ног на голову. Да, известный губернатор тогда у нас был такой тоже колоритной личностью, помните? И у него был ряд таких же заместителей, которые позволяли себе, конечно, много... Сейчас у нас, конечно, совсем другие времена, и органы государственные, в том числе и Следственный комитет, и прокуратура работают более четко. И мало того, они в настоящее время имеют механизм четкий, то есть законы, которые позволяют привлечь этих людей к ответственности. А у нас просто тогда даже такой возможности не было. Вот возьмите, например, долевое строительство, да? Сколько мы с этим учились? Дольщики, это же тема была, которая вообще у всех на слуху, сколько людей пострадало. И это тянулось на многие годы. Просто не было правых норм, которые мы могли бы привлечь людей за определенные действия. Все понимали, что это преступление, люди отбирают последнее, и мы не могли никак на это реагировать, потому что не было правых норм. Сейчас все поставлено нормально, и в этом случае, конечно, воля законодателя во многом должна проявляться временно. Кстати, Роман, вам вот это законодательство, которое сейчас существует, оно в помощь идет? Вот мы, коль, затронули тех же самых дольщиков, или это не ваша компетенция разбираться с такого рода преступлениями? Ну, на самом деле, мы разбираемся со всеми преступлениями. Здесь как раз-таки в чем ключевая особенность, и, может быть, и определенный плюс. Следователь Следственного комитета, он должен уметь расследовать преступления любой категории и любого направления, в том числе и данной категории. И, естественно, те издаваемые федеральные законы, нормативные правовые акты, они способствуют для того, чтобы следователь мог изучить нормативную базу и действительно дать правильную оценку тем противоправным фактам, о которых было сказано ранее. Потому что часто я слышу от людей, ой, ну типа, о, за уши притянули, там надо им кого-то, надо план выполнять, галочку себе подставить, и типа, все не доказывается. То есть тут доказывается любая точка, любая запятая в уголовном деле, если она расследуется, да? В конце концов, здесь же, это все потом уголовное дело, обвинительное заключение передается в прокуратуру, где все внимательно тоже, до того, как поступить в суд. Вот такая цепочка, она уже выстроена, она работает, да? Конечно. Алина, я у вас хотела еще, наверное, очередной раз спросить, насколько тяжело, потому что бывают такие преступления, ну просто кровь в жилах стынет. Вот взять хотя бы преступление, о котором мы говорили, вот в последние годы, это Осташков, убийство девочки. Я сама была в суде, когда начался суд. Человек, не то, что он невменяем, он психологически неустойчив, он очень дерзкий, насколько вот он отвечает, как он себя в суде вел. Да, это дело по обвинению 62-летнего жителя. Ранее судим, он неоднократно, да? Он неоднократно судим, последний раз отбывал наказание за совершение убийства своей сожительницы. Он освободился в 2015 году, не имел постоянного места жительства, приехал в Осташковский район, там проживал, где придется, продяжничал фактически. И там же в 2018 году совершил убийство жительницы города Санкт-Петербурга, несовершеннолетней, которая приехала на лето к бабушке с дедушкой. 14 лет было девочке? 14 лет, да, ей было. Ну, он сам по себе очень негативно относился и относится к женщинам. Он их ненавидит, и как бы это тоже сыграло свою роль, когда, я помню этот выпуск, когда вы подходили к нему в зале. Да, 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 да. Он, в принципе, говорил, что общаться с женщинами ему нет никакого желания. Требовал поменять следователя, чтобы следователь был мужчиной. Это даже вот такие моменты влияют на раскрытие. И как работалось-то, Алина, про раскрытие вот в этой-то ситуации? Работалось, как обычно. А что, мы же не на базаре с ним, чтобы он торговался. Дайте мне этого следователя, дайте другого. Поэтому дело находилось у меня в производстве. Я его отрасследовала, направила прокурору, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направили в суд. И за такое преступление, в принципе, он понес логичное наказание, осуждено к пожизненному лишению свободы. Пожизненно, да? Да. Вообще, вот умение разговаривать с человеком, вот, Роман, для вас, насколько важно? Ведь это же важно, до таких деталей докопаться, чтобы человек пошел на сотрудничество, это же всегда помогает, да, в ходе расследования дела. Ну, естественно, психологические навыки, умения не только, как говорится, сбоку закона, да, но и с человеческой какой-то точки зрения. Нужно понять, действительно, исходную точку, что вообще послужило совершению преступления. И, конечно же, понять, что мы можем сделать полезного, и как повлиять можем на органы власти, для того, чтобы избежать дальнейшим аналогичных фактов. Потому что, вот, на примере вышеуказанного дела, здесь, естественно, психологическая травма, которая послужила ранее предшествующим обстоятельством. И, может быть, определенная изоляция, либо работа психологов с данным человеком как-то повлияла бы, и смогли бы избежать таких серьезных последствий, необратимых, в том числе, для родителей ребенка. Потому что, ну, это ужасающие факты. И таких, ну, на самом деле, преступлений очень много. И по России, и в нашем регионе. И органы социальные службы, они, естественно, тоже принимают немалое участие и вносят большой вклад в это. Сережа, вы с какого года в следствии? С 89-го. И всего сколько? Более 20 лет. Более 20 лет. Помните свое первое? Ведь вы же начинали, когда еще следственный комитет был. Вначале вообще была прокуратура, да? Потом следственный комитет был при прокуратуре, а потом уже следственный комитет стал отдельной структурой, да? Вы помните вот этот переход? Это всегда нам тяжело, да? Морально, наверное, чего ждать? Что будет дальше? Мы еще со студенческой скамьи ждали этого события, потому что наши преподаватели, они смотрели вперед на перспективу, они понимали, какие дискуссии идут в кругах, научных в том числе. По этому поводу готовились диссертации, мы их, естественно, обсуждали. А, то есть это не просто так, это научная еще разработка? Естественно. В 91-м году, когда я пришел уже официально на должность, потому что с 89-го я работал в следствии общественным помощником, и в 91-м году уже был назначен на должность следователя прокуратуры Калининского района. Тогда уже на первой учебе у нас еженедельно собирали, и у нас такой день обучения, когда мы рассматривали все какие-то изменения в законодательстве, какие-то методики новые и так далее. Первое же обучение нам сразу показали такую брошюру, которая называлась «Положение о Следственном комитете». И вот с 91-го года мы уже были готовы, в принципе, что это должно было произойти. То есть название уже было, «Следственный комитет», потому что назвать-то могли как угодно. Да, «Следственный комитет» именно так это тогда и звучало. И понятно, что это определенная самостоятельная функция государственная, причем силовая функция, уголовное преследование. И вопрос того все время шел. Вообще всегда силовые структуры, определенное противоборство у них происходит по влиянию и так далее. И такая мощная силовая функция, как уголовное преследование, принадлеживая ее прокуратуре, всегда многих раздражала, в том числе. И они как-то хотели какую-то здесь дискуссию развить по этому поводу, что прокуратуру необходимо лишить вот этой функции для того, чтобы она, с их точки зрения, стала более независимой, чтобы она не была связана решением в аресте и так далее, возбуждением уголовного дела. В какой-то степени это, конечно, было правильно. И здесь есть о чем говорить, безусловно, и с точки зрения научных каких-то рассуждений, безусловно, здесь есть поле для дискуссии. Но как раз вот этот период, 1991 год, вы понимаете, что тогда кардинально ломалась государственная структура Советского Союза. Кардинально ломалась. Да, вот как вы говорили, что такое ощущение создавалось, что все дозволено. Безусловно, да. Но вы помните, был такой генеральный прокурор Скуратов, который возбудил уголовное дело в отношении семьи Ельцина, который просто кусками стал забирать собственность Советского Союза, вводить колоссальное количество денег в швейцарские банки. Тогда Скуратов возбудил уголовное дело, и, как вот совершенно верно сказал коллега, без оперативного сопровождения подобные дела не могут быть. И тогда встали руководители силовых структур, я помню, по каналу НТВ, плечом к плечу, и сказали, что это дело генерального прокурора, пусть он и занимается. Вы понимаете, и вот в таких условиях необходимо было такую мощную функцию, как уголовное преследование, естественно, прокуратуру забрать, для того, чтобы каким-то образом этот процесс прокуратурой не могла влиять. А прокуратура, это, безусловно, самая консервативная структура. Прокуроры воспитывались на основе принципа, пусть погибнет мир, но восторжествует закон. А те законы, в которых они работали при Советском Союзе, это были законы смертной казни за хищение государственной собственности, уголовной ответственности за бракоделие. Естественно, таких людей нужно было реформировать срочно, для того, чтобы проводить государственную реформу. Поэтому, естественно, дискуссия о Следственном комитете, она становилась все острее и острее. Слава Богу, она не произошла вот таким резким образом эта реформа, какую многие хотели. То есть, прошло довольно значительное время. У нас, к сожалению, в стране, в нашей очень много, что в нововведении водится очень резко, и это как обухом по голове. Бывают такие вещи. Но здесь, видите, все-таки здоровые силы в стране были, они позволили сделать это мягко достаточно. Причем, сначала это было при прокуратуре, то есть, вывели следственное. Почему при прокуратуре сделали сначала? То есть, вывели из подчинения территориальных прокуроров следственные органы. Они стали подчиняться напрямую генеральному прокурору. То есть, территориальные следственные, территориальные прокуроры не могли уже оказывать давление, как тогда считалось, при каких-то решениях. Хотя, полномочия здесь и практика, прокурорская работа, она никак не свидетельствовала о том, что прокуроры здесь как-то заупотребляли сильно. Ну, вот я хотела тоже добавить, что вот все, что мы говорим, вот сейчас вот сложилось ваше сотрудничество с прокуратурой, консерватизм, он в иных случаях очень полезен. Он необходим. Да, он необходим при принятии решений, потому что закон здесь нельзя, да? Здесь как по лезвию бритвы, шаг вправо, шаг влево, это все, это катастрофа. Сергей, первое дело, которое вот, ну, вот, может быть, оставило след на всю жизнь и, может быть, какого-то опыта но, естественно, с каждым делом это необходимый профессиональный опыт набирается, как в корзиночку ягоды складываются, да? У вас что это было за дело? Ну, конечно, почему я, видимо, все-таки и заинтересовался направлением криминалистики и практически всю свою профессиональную деятельность основную посвятил работе в органах криминалистики. Как раз первое дело, которое я пришел, вот только я вышел на работу, да, и первый же день практически меня забрали сразу в город Кашин. Там уникальные события произошли для того периода, это 91-й год, как раз ГКЧП, а там произошли массовые беспорядки, столкновения жителей с людьми, которые устали захватывать экономическую сферу города. А это старейший город Тверской, там свои традиции, там даже определенные формы общения, там есть слова, которых нет нигде больше в Тверской области. То есть, там это старейший город, который чтит свои традиции, и он поднялся против такого давления. Они хотели сохранить это все для себя. Им пришлось за это по-настоящему бороться, то есть, они встали стена к стене с этими людьми, и произошло столкновение, причем столкновение с применением как-то ли молотого, оружия. Ничего себе. И так далее. Поэтому, ну, все правоохранительные структуры, которые могли подняться, в этот момент поднялись мгновенно, и приехали в этот город для того, чтобы просто, что называется, задавить массой. То есть, просто были заполнены улицы сотрудниками правоохранительных органов, везде были глаза, все видеокамеры, которые у нас были, были там. Тогда не было таких камер, какие сейчас, тогда просто люди ходили вот с такими камерами на плече, и просто не давали никому совершить какие-то самостоятельные действия для того, чтобы пресечь это преступление. Значит, как бы местным жителям удалось вытеснить вот эту агрессивную группу за пределы города, они там заняли такую круговую оборону в поле. Вы знаете, когда там пашут в поле, остаются такие островки с лесом. И вот в таком островке с лесом там где-то находилось около 30 человек вооруженных, некоторые из них были ранены, но они очень хорошо подготовились, у них был слой лазарет там необходимый, и нужно было как-то этот вопрос решить. Они понимали, что у них шансов нет, хотя у них были средства связи, и нам по оперативной связи докладывали, что туда выдвигаются автобусы с помощью, но, опять же, оперативные службы здесь обеспечили невозможность движения дальнейшего автобуса, то есть их остановили на поступках, и главное, нужно было решить как-то вопрос с этой вооруженной группой. Они понимали, что у них шансов нет, еды нет, и мы сутки их там продержали для того, чтобы какое-то решение у них созрело, потом мы им предложили выезд на нейтральную территорию для обеспечения их жизни и здоровья. Ну, в результате они оказались в следственном изоляторе, и там уже стали мы разбираться с их личностями, то такие, очень много, кстати, были наемников, которые они заранее пригласили туда для того, чтобы они обеспечивали именно боевую поддержку, вот, то есть там такая серьезная доштабшая операция, и вот это было первое мое дело. Вся закалочка. Да, интересно то, что именно там я впервые рассмотрел и увидел те криминалистические средства и методы, которые даже нас не обучали в ВУЗе, потому что одним из руководителей этой группы был Олег Иванович, ее сын, он находился в группе Иванова и Гляна, это группа, которая расследовала узбекское дело, известное. Гляна и Иванович, это же история, вот вы молодые знаете, слышали такие фамилии, да, Алин, слышали, да, это же тогда вообще эти два имени гремели на всю страну. Да, именно дело, которое они расследовали в Узбекистане, положило конец коммунистической партии, то есть они вскрыли коррупционные преступления на системной основе, когда национальные окраины на регулярной основе просто платили дань верхушки коммунистической партии, и это во многом, на мой взгляд, тоже подтолкнуло эту верхушку для того, чтобы ликвидировать Советский Союз, так как одно из двух, либо нужно было отвечать за это, а законы тогда были суровы в этом плане, либо нужно было как-то трансформировать саму систему Советского Союза. То есть были очень грамотные, интересные люди, которые возглавляли эту группу, и они там демонстрировали высшие достижения науки и техники, которые тогда применялись в следственных органах. То есть вы до этого не видели такого, что применялось? У нас в области не было такого. Не было. Как именно работали они с группами людей? Как ведь толпа это самое безлюдное место. То есть можно в толпе человека зарезать, никто не будет видеть, ничего не слышать, и просто человек упадет, и вы не найдете ни одного свидетеля. И вот в этой толпе, хотя как бы все будут возмущаться, говорить, ну как так, вот сколько людей вокруг, как это может быть? А это довольно распространенный случай. Вот вы сейчас, конечно, получили школу-то жизни огромную, профессиональную, да? Алина, вы помните дело своего первого уголовного, вот такое вот, которое тоже запомнилось? Мы с вами уже знакомы очень много лет, да вы начинали еще в Калининском, да? Да, в Калининском. В Калининском следственном отделе, и вот я помню ваши шажки вот так вот, как на гору, да? Сколько раз выезжали мы вместе на место преступления, вот я рассказывала о вашей работе, да? Что больше всего запомнилось вам? Ну вообще, в принципе, я, мне кажется, практически каждое свое уголовное дело помню, в том числе и самое первое уголовное дело, когда я только-только пришла на работу, и буквально там через несколько дней руководитель отправил меня на выезд, я сейчас помню, что это село Никольское Калининского района, а убийство женщины, и вот тогда самостоятельно, первый раз, не в качестве, общественного помощника, которому я была до этого, а именно в качестве следователя, осмотрела, задержала человека, отрасследовала, направила в суд, человека осудили, насколько я помню, ему 7 лет дали сожитель, убил свою сожительницу. Не страшно было первый раз вот что-то через что-то перешагивать в себе, прежде всего? Нет, страха нет. чему учили, это все пригодилось, это так и выглядело, как вы ожидали, но вы были общественным помощником, поэтому вы знали, чего ожидать. Это не совсем то, о чем вы рассказывали в университете. Да, это не совсем то, это там теория, а здесь практика, а практика всегда другое дело и намного страшнее, наверное. Я не могу сказать, что это страшно, для меня это интересно, я очень люблю свою работу, для меня это интересно, я понимаю, что благодаря нашей работе мы стараемся помочь людям, я понимаю, что у людей горе, но мы своими действиями, своей работой, мы наказываем виновных, мы привлекаем их к уголовной ответственности. Понятно, что родных, близких не вернуть, но тем не менее, если виновный понесет заслуженное наказание, родственникам погибшего будет спокойнее, намного лучше. Сколько лет в следствии? 11. 11 из 10 лет образования Следственного комитета как самостоятельной структуры, да? Да, я начинала при прокуратуре. Еще при прокуратуре. Роман, у вас какой путь? Сколько лет в следствии? В следствии я с 2008 года как раз тоже застал период работы Следственного комитета при прокуратуре, как было старшим коллегой правильно сказано, тогда еще подчинение было в генеральной прокуратуре. И, конечно, нельзя опускать тот факт уважения, который никуда не деть и не искоренить, уважение непосредственно к прокурору, потому что это непосредственно тот человек, который давал направление, те азы и те навыки, наверное, которые послужили уже накоплению в последующем определенного следственного опыта. Вот, кстати, давайте мы прервемся буквально на секунду. Начало января, это не только праздник, профессиональный праздник Следственного комитета, это и день прокуратуры, 12 января. Поздравим уважаемых ваших коллег с праздником, здоровья, прежде всего, пожелаемого и всего самого доброго. Вы помните, Роман, свое первое дело? Вы начинали кем? Вы же не по экономике специализировались тогда? Я начинал в 2008 году в городском следственном отделе, тогда еще работал в следственном управлении по Астраханской области, и вот с 2010 года как раз был переведен, тогда еще были единые отделы в отдел по расследованию особо важных дел, и как раз можно отметить специфику, когда категория дел против личности, она может пересекаться с делами коррупционной направленности, и вот было такое одно из уголовных дел у меня в производстве, это после факта совершения взрыва на одном из рынков города Астрахани были, соответственно, привлечены граждане к уголовной ответственности, после, соответственно, дело было направлено в суд и рассматривалось с Астраханским областным судом. При тех обстоятельствах, что были жертвы, соответственно, имели место гибель граждан, населения после взрыва, принимали участие также присяжные заседатели, которые выносили вердикт. И в ходе судебных заседаний родственники одного из подсудимых соответственно, передали взятку старшему присяжному заседателю, а если рассматривать законодательство, то присяжный заседатель областного суда, он на период соответственно участия в данном статусе является по уровню как судья областного уровня. Да, это очень важно, причем он не должен присяжные не должны знать о ходе расследования, не должны знать предысторию. Это суд факты. Ну и в итоге данная женщина после получения взятки, она повлияла на вердикт остальных присяжных заседателей и соответственно все подсудимые были оправданы. И спустя значительное количество лет, тогда, сейчас я уже не помню, но более пяти лет спустя, данный факт был установлен, опять же, благодаря оперативным службам и в последующем через согласование высшей квалификационной коллегии судей председателем Александром Ивановичем Бастрыкиным как раз таки было возбуждено уголовное дело в отношении указанного присяжного заседателя и мной это дело уголовное было доведено до суда и человек получил пять лет лишения свободы и соответственно это позволило вернуть уголовное дело на новое рассмотрение. Вот, кстати, вот преступление это на Астраханской земле мне почему-то напомнило, перекликнулось вот в моей памяти Алин, помните, выезжала, вот я тогда тоже, где вы работали в деревне Шалайково, там же тоже, где были убиты два мужчины, да? Эту картину тоже передо мной вот так вот стоит, это был 1 декабря, 14-й год, по-моему, да? Каренинский район и там еще я удивилась, что третий был человек, который же был жив, да, был свидетель и при живом свидетеле точно так же суд присяжных оправдал вот этих людей, которые были в качестве обвиняемого тогда, просто у всех было состояние шока. Потом это все дело, конечно, все вернули на свои места. там же были выявлены нарушения существенные. Это что за дело было? Там же тоже две группировки были, насколько мне известно, противоборствующие. Противоборствующие две криминальные группировки. Один представитель одной из них приехал на разборки к другому, тот его застрелил, и, соответственно, тот, кто привез нашего первого потерпевшего, он уже решил отомстить. Съездил за своим другом, взял оружие, вернулся и расстрелял, собственно, убийцу своего товарища из противоборствующей группировки, и попытались не убить еще проживавшего в доме этого мужчины. Но тот выжил. Благодаря своевременно вызванному полиции, сотрудники скорой помощи оказали ему медицинскую помощь, он выжил. Был непосредственным очевидцем, признан потерпевшим поделом. Но уже приговор наконец-то вынесел. Приговор вынесен, причем повторно, но опять же, они рассматривались судом присяжных, и суд присяжных вынес вердикт, оба признаны виновным, одному, один осужден в итоге к пожизненному лишению свободы, а другой к 18 годам лишения свободы. Насколько, уважаемые друзья, здесь важна помощь, как вообще население относится? Я много раз говорю о том, что у нас население стало реагировать на пьяных за рулем, стало больше звонков, стало больше выявлений. Здесь подчас, я знаю, что были времена, трудно было даже понедленно найти. Как теперь? Насколько идут на контакт люди? От людей зависит, зависит от людей, зависит от категории дел. Кто-то банально боится, кто-то из граждан банально боится дать какие-то показания, что вдруг он выйдет, он сейчас прочитает в деле, где я проживаю, как меня зовут, выяснит все мои данные, мстить. И что вдруг он мне что-то сделает, а вдруг у него есть какие-то друзья, это вполне реально, это случается на практике, когда люди могут отказываться давать показания, исключительно опасаясь за себя. Но тут мы уже применяем институт защиты свидетелей. То есть защита существует от такого возможного посягательства? Однозначно, конечно. В плане и в юридическом допрашивается лицо с учетом сохранения данных о его личности в тайне. Также есть специальное подразделение полиции, которое занимается осуществлением защиты свидетелей. Роман, у вас как контактирует? Ведь вам приходится работать сейчас с людьми различного уровня, да, вплоть до представителей власти, которые занимают такое высокое положение в обществе. Знаете, здесь необходимо учитывать тот фактор, что несмотря на высокое положение в обществе, занимаемые посты, как раз-таки подчиненные люди в большей степени от противоправных действий и страдают. То есть любое преступление коррупционной направленности, оно, естественно, несет негативные последствия в доступе тех или иных услуг и возможностей как населением, так и работниками, возможно, того же общества, органа исполнительной власти. и, естественно, люди устали от этого. И многие хотят по большому счету эти факты искоренить. И как можно больше в последнее время мы стали замечать такие обстоятельства, когда свидетели сами идут на контакт и дают нам определенные показания, которые позволяют сформировать свидетельскую базу и закрепить ее теми же оперативно-рискными мероприятиями, которые мы имеем на начальном этапе. И в результате формируется полноценная картина совершенного преступления. Сережа, вы возглавляете ветеранскую организацию. Вот вы следите за теми делами, которые сейчас уже молодежь расследует, за успехами своих молодых коллег. Как вообще ветераны могут в силах помочь, тем более сейчас в условиях пандемии? Ну, к сожалению, у нас не принято не к сожалению, а такие правила, что у нас не принято следить за делами, которые расследуют коллеги, это тайна следствия. Поэтому я как представитель общественной организации больше ориентируюсь на мнение людей. Я часто общаюсь с различными группами людей, в том числе они высказывают мне как независимый представитель следственного комитета свое отношение к нашей структуре. Поэтому я вижу, что следственный комитет занял то необходимое уважаемое место в системе государственных органов, для которого он был предназначен. во многом это благодаря позиции Бастрюкина Александра Ивановича, потому что он с самого начала сделал упор на защиту самых обездоленных, самых незащищенных. Есть обратная связь следственного комитета. Следственный комитет доступен, человек может спокойно и в любое время обратиться в следственный комитет, получить ответ под особой защитой дети в следственном комитете. Люди видят, что расследования, которые проводятся в следственном комитете, они объективны, независимы, качественны, что очень приятно, потому что все-таки те люди, которые пришли из прокуратуры, которые составили школу следственного комитета, они смогли принести традиции, смогли принести определенное отношение между людьми, которое было традиционно для органов прокуратуры, то есть такая некоторая академическая среда, стремление к самообразованию, ну и уважение человека, который компетентен, прежде всего. У нас буквально несколько секунд до конца эфира. Алина, ваше пожелание жителям региона? В настоящее время в условиях пандемии в первую очередь всем здоровье, это, наверное, самое основное, что нам нужно, чтобы люди всегда оставались людьми, не забывали о том, что всегда есть другой человек, который всегда подаст руку помощи и всегда готов прийти на помощь. Роман, несколько слов. Я солидарен, конечно, с коллегой. Здоровье это превыше всего, здоровье близких и в том числе на сегодняшний день как и детей, так и возрастного поколения. И, конечно же, пользуясь случаем, еще раз хочется поздравить наших коллег, сотрудников органов прокуратуры, пожелать им крепкого здоровья, им близким, ну и успехов в работе. Спасибо огромное, уважаемые друзья, наша программа подошла к концу, с праздником вас. Спасибо. Давайте пожелаем опять же таки всем здоровья и чтобы поменьше людей, чтобы все вжили в мире, согласия и соблюдение закона. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...